Беларусь потеряет себя, свой суверенитет. Новые подробности в деле об убийстве Бориса Немцова. На этой встрече была дана прямая команда Рану Кадырову организовать убийство лидера российской оппозиции. Россия, Грузия. Кто теряет на противостоянии? Очень сильно расстроились в силу того, что сами планировали в какой-то период поехать туда отдыхать. Через 10 дней нужно встречаться с президентом России в Питере, а обсуждать нечего. Так, госсекретарю союзного государства Григорию Рапоте Александр Лукашенко описал ход переговоров об углублении российско-белорусской интеграции. Слушайте, о какой общей валюте и вхождению или объединению государств можно говорить? Надо расчистить это. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами. А расчистить дорогу к интеграции, по словам Лукашенко, Москва может лишь, сняв ограничения на поставку белорусского продовольствия, договорившись о поставках нефти и газа и компенсировав Минску налоговый маневр в нефтедобыче. Российская сторона настаивает на полностью противоположной логике решения этих вопросов, то есть на создании четкой интеграционной карты. Что в этой карте, публики не говорят. Договор о союзном государстве Белоруссии и России, подписанный еще 20 лет назад, предусматривал создание общей таможни, валюты и конституции, выборы общего парламента и президента. Пересмотреть запылившийся документ в декабре предложила Москва. Куда интегрироваться дальше? Вот уже полгода обсуждает группа из чиновников двух стран. Если Лукашенко выполнит эти требования России, то в ближайшей перспективе это будет означать, что Беларусь потеряет себя, свой суверенитет, потеряет контроль над экономикой и валютой. Если не выполнит, то понесет финансовые убытки. Переговоры о цене на газ начнутся только после завершения переговоров по интеграции, заявил вчера российский вице-премьер Дмитрий Козак. От результатов этих переговоров, как ранее заявлял белорусский Минфин, зависит и предоставление России новых кредитов. Экономически это тяжело, но не смертельно. Страна выживет и при нужных действиях адаптируется к этим условиям. 40% своих товаров, продовольствия, трактора «Текстиль» Беларусь экспортирует в Россию. На Запад идет треть экспорта. Это в основном топливо и химические продукты из российского сырья. Не боятся ли белорусы ухудшения экономической ситуации из-за разногласий с Россией и видят ли альтернативу сотрудничеству с Москвой? Об этом мы спросили у жителей Минска. Хотя если тоже как развиваются отношения с Китаем будут продолжать развиваться, то в принципе лет через 10, я думаю, мы сможем с этим справиться. Надо к мировым ценам привыкать. Впадать в зависимость из-за этого, из-за дешевых конфеток и пряников не стоит. Это подтолкнет в конце концов к закрытию неубыточных, нерентабельных предприятий, которые сегодня на этой игле сидят. Но власти пока идут другим путем. Ожидавшийся ранее российский кредит на 630 миллионов долларов белорусский Минфин теперь планирует заменить кредитом из Китая. Александр Попко, Белсад. Президент Владимир Путин и глава Росгвардии Виктор Золотов могли заказать убийство двух российских оппозиционных политиков Бориса Немцова и Гарри Каспарова, главе Чечни Рамзану Кадырову, еще в конце 2011 года. Об этом говорится в протоколе опроса премьер-министра правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, обнародованного на слушании в Люксембурге в рамках сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. В разгар московских протестов, в разгар болотный, господин Путин вместе с господином Золотовым отправились в Чечню. И там, на этой встрече, была дана прямая команда Рамзану Кадырову организовать убийство лидера российской оппозиции. Первое, что я сделал после того, как ознакомился с показаниями господина Закаева, это стал проверять, а вообще был ли Путин-то в Чечне в конце 2011 года. И долго он ничего не мог найти. Потом вдруг случайно наткнулся на очень маленькое, очень коротенькое сообщение с агентством РИА Новости о том, что Владимир Путин был в Чечне немного немало 20 декабря 2011 года. Я напомню, это день чекиста, а господина Путина это, ну, можно так сказать, святой день. Вот об этой поездке идет речь. Источники Ахмета Закаева утверждают в тот момент, когда еще премьер Владимир Путин говорил о том, что прекращение дополнительного финансирования Кавказской республики приведет к возобновлению братоубийственной войны, и был сделан заказ на убийство российских оппозиционеров. Тогда же было принято решение посадить по придуманным обвинениям двух других политиков – Сергея Удальцова и Алексея Навального, утверждает источник. Примерно через год после этой встречи начался суд над Навальным по делу Киров-Леса. Сергей Удальцов был осужден за организацию массовых беспорядков на Болотной в 2013 году. В 2017 он вышел на свободу. Как утверждает председатель фонда Бориса Немцова Владимир Карамурза, получив эту информацию, Закаев немедленно сообщил об угрозе политикам. Ахмед Закаев – единственный человек, который лично много лет знаком с людьми, о которых говорится в его показаниях. Он лично много лет знаком с господином Кадыровым, он лично много лет знает господина Делимханова. У него до сих пор, как мы прекрасно понимаем, есть значительное количество источников на территории самой Чеченской республики, в том числе в ближнем окружении Рамзана Кадырова. Серьезно к угрозе своей жизни относится только Гарри Каспаров, который в 2012 году покинул Россию, а через год объявил, что не собирается возвращаться. Ответ на вопрос, почему решение, принятое в 2011 году, было реализовано только в 2015, возможно, даст надзорная комиссия ОБСЕ, которая в течение следующего года будет заниматься делом Бориса Немцова. Мария Леку, Болсат. С середины июня с ШИИСа начали вывозить технику, строившую полигон для московского мусора. Но на станцию продолжают приезжать активисты из разных городов России. Люди больше не верят обещаниям властей и боятся, что стройку могут возобновить, если они уедут с ШИИСа. Дальнейшие действия технопарка – это прохождение государственной экологической экспертизы, которую, если они выполнят ее добросовестно и как и должна она быть, то они ее не пройдут ни в коем случае. Но мы опасаемся, что они подделают и экспертизу, или, может быть, документы какие-то. Соответственно, они получат разрешение на строительство полигона для московского мусора на станции ШИИС. Мы все прекрасно знаем, что станция ШИИС находится на болотистой местности. Отсюда выходят около 140 ручьев, которые идут и в Республику Коми, и в Архангельскую область. Первое, что поражает в лагере активистов – это самоорганизованность людей, порядок и готовность помогать друг другу. Это удивительно, потому что люди на ШИИСе все время сменяются, и большинство даже не знакомы. Они едут из Мурманска, Архангельска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга и даже Москвы. Я раздельным мусором занимаюсь уже больше года. И пытаюсь внешним как можно больше людей привлечь к этому. И наша команда стала поддерживать и оппозицию ШИИСа в этом вопросе, чтобы уже переходили от помоек, от полигонов, не портили землю, не отравляли. А уже цивилизованно перерабатывали мусор. Техники на полигоне почти не осталось. Но для ее охраны на станцию продолжают привозить сотрудников ЧОП гарант безопасности, которые, нарушая закон о частной охранной деятельности, ходят без удостоверений и закрывают лица. Лагерь активистов постоянно прочесывают полицейские, и люди считают, что у них есть ориентировки на лидеров протеста. Многих активистов в Архангельской области полиция забирает прямо из домов. 6 июня Анну Шикалову из Рудомы сначала пригласили в полицейский участок как свидетеля по делу о пожаре, а потом заперли в отдельном кабинете, оставив без связи с адвокатом. Мамедов, всем известный Мамедов, он был без формы, сразу включает камеру, говорит, сядь, сиди. Я говорю, вы что меня задерживаете? Он молчал, ну, задержал меня. В 11 утра активистку вывели и посадили в одну из полицейских машин. Сначала женщину увезли в Коряжму, затем в Котлас. Все это время она требовала объяснить, задержана ли она и каковы основания для задержания, но ей никто не отвечал. Только после пяти часов вечера на нее составили два протокола об избиении охранников и самоуправстве. 14 дней я сидела, да, и я уделялась. Каждый день приходили помощники прокурора. И каждый день новый помощник прокурора. Я у них просто, когда уже мне надоело их слушать, я объявила голодовку. Сейчас на активистов заведено более 70 административных дел. Сумма штрафов, по которым, превышает полтора миллиона рублей. Заведено и два уголовных дела. Михаила Габова из Сыктывкара и Никиту Барышникова из Котласа обвиняют в нападении на охранников. Тем временем во многих российских СМИ появились сообщения о возможной отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова, назвавшего борцов против мусорного полигона на Шиесе шелупонью. Елена Соловьева, Белсат. Россия не будет вводить очередные санкции против Грузии из-за оскорбительных высказываний ведущего грузинского телеканала «Руставе-2» в адрес Владимира Путина. Об этом сказал президент России на брифинге в Екатеринбурге. Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что один вышел что-то, ляпнул, изображая из себя нечто. Глава Кремля также сообщил, что не будет инициировать уголовное преследование журналисты за оскорбления. Ранее Госдума России рекомендовала правительству рассмотреть вопрос запрета импорта грузинского вина и минеральной воды, а также заморозки денежных переводов из России в Грузию. Президент Грузии Саламе Зурабишвили на брифинге во вторник призвала Россию воздержаться от эскалации конфликта, назвав инцидент на телеканале провокацией. Военно-грузинская дорога всегда имела важное стратегическое значение для России. Это самый короткий и удобный путь за Кавказье. С 8 июля ее значение становится еще важнее. Россия запретила прямые авиарейсы в Грузию. Соответственно, весь поток туристов, которые планировали свой летний отдых среди Хинкали и Хачапури, двинется через горы, пересекая границу в Северной Осетии. Это политический кризис, там в правительственных кругах соседней страны, а народ как жил, так и живет, потому что туристы, которые, жители, которые ездят и соседи в Грузию, и обратно возвращаются, они никаких изменений не почувствовали. На контрольно-пропускном пункте в Верхнем Ларсе очередь собирается ежегодно и без санкций. Сейчас поток транспорта пока не превышает допустимых значений, но пограничники готовы к тому, что после запрета ожидания прохождения границы снова может растянуться на сутки. Не всех туристов пугает политическая обстановка. Все как в обычном режиме происходит. Люди отдыхают. На море туристов очень много. Тепло, хорошо. Ходли спокойно. Мы все были удивлены вообще таким обстоятельством, которые происходят сейчас в Грузии. Очень сильно расстроились в силу того, что сами планировали в какой-то период поехать туда отдыхать. Но в силу последних событий, на наш взгляд, поездки отменяются пока что, наверное. А там будем смотреть на обстановку. Осетинские турагентства сейчас пересматривают свою политику. С учетом новых политических реалий, нужно подстраиваться под новый спрос туристов, которые, как и обычно, пострадают от санкций гораздо больше чиновников. Кому удобнее будут туры с перелетом пакетные, отели по лучшим уровням, они, конечно, немного пострадают от этого, потому что Грузия является любимым направлением для определенной группы туристов. Также даже наши туристы местные, которые были настроены на отдых в Грузии, уже перепрофилируются и направляются в другие страны. Сами же осетинские туристы предпочитают отдых в Грузии дикарем. Снять апартаменты в эпоху интернета – дело нехитрое. А добраться до Тбилиси из Владикавказа – задача более чем простая. Отстоять очередь, чтобы попасть в запрещенную страну – легко. Многочасовая пробка в погоне за дешевым отдыхом – запросто. Здесь, недалеко от пункта пропуска Верхний Ларс, пока еще нет пробок. Но через пару километров – пробки, хинкали и дешевое вино. А за столом о политике можно и не разговаривать. Александр Серов, Лиза Амарова, Белсад. Доход ста богатейших чиновников России за год превысил 1 миллиард долларов США, почитало российское издание Forbes. Бизнес-журнал опубликовал рейтинг доходов госслужащих и депутатов. Его возглавил депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Официальный доход депутата и основателя группы компаний «Владимирский стандарт» за прошлый год составил 10 миллиардов российских рублей, или более 149 миллионов долларов США. За ним следует депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков с почти четырьмя с половиной миллиардами. И замкнул тройку депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. 2 миллиарда 825 миллионов рублей. Самым богатым губернатором оказался глава Брянской области Александр Богома с доходом более миллиарда рублей. Издание отмечает, что многие участники находятся в списке благодаря высоким доходам супругов. IT-индустрию в Украине называют стратегической. В сфере работают примерно 180 тысяч программистов. Только за прошлый год их усилиями экспортировали IT-продукции на сумму 4,5 миллиарда долларов. Это примерно 4% от всей экономики страны. Максим занимается программированием еще со школы. Потом поступил в институт на кафедру информатики. Через полгода учебу бросил, но работу нашел и без диплома. За 10 лет дорос по карьерной лестнице до Солюшен-архитектора большой IT-компании. Теперь решает проблемы бизнеса по всему миру. Заказчик приходит и говорит, что у нас очень большие затраты на инфраструктуру. Мы изучаем ситуацию, примерно вырисовываем, как мы это будем делать. И это позволило достаточно существенно сократить спенд примерно на 150 или 200 тысяч долларов в месяц. IT-индустрия в Украине уже который год демонстрирует рост в 20%. Это выше средних показателей развития отрасли в мире. Поэтому власти возлагают большие надежды на этот сектор, рассказывает советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. И главная задача убедить IT-специалистов остаться в Украине. Фактически IT-шник сложит свой лэптоп, закроет свой компьютер и переедет из одного места в другое место и точно так же будет вести свой бизнес в любом другом регионе. Почему? Потому что его заказчики не обязательно находятся в своей собственной стране. Чтобы остановить миграцию, президент Зелинский предложил полностью освободить от налогов программистов и дать им самые теплые условия для работы. Это временная будет мера. Временная на протяжении, скажем, 3-5 лет для того, чтобы быстро попытаться развить вот этот сектор экономики. И когда его доля ВВП будет увеличиваться и дорастет до определенного квота процентов, после этого он перейдет в обычную систему налогообложения. Глава ассоциации IT-Украин Дмитрий Овчаренко рассказывает, если правительства с президентом действительно пойдут на такой шаг и освободят от налогов индустрию, это усилит позиции украинских IT-компаний на мировом рынке. Снижение налогов влияет на снижение себестоимости в Украине и, соответственно, позволяет нам выигрывать контракты за рубежом. И укусить большую часть пирога 4 трлн долларов, которые есть. Соответственно, мы сможем взрастить дерево, а затем с него брать плоды в виде налогового и всего остального. За 27 лет IT в Украине развивалась не благодаря государству, а вопреки. Постсоветская школа, где традиционно делают упор на точные науки, стала базой для формирования целого пласта талантливых программистов. Максим много ездит по миру, общается с клиентами, рассказывает, в чем главная особенность украинских инженеров. Есть задача, да? Нужен разработчик, который придет и напишет код. Что сделает специалист из Индии? Он придет и напишет код. Так, как понимает задачу. Что сделает специалист из Украины? Он первым делом начнет уточнять задачу. Результат такой работы всегда гораздо лучше. Диапазон зарплат в украинских IT-компаниях от 400 до 5000 долларов. Это бизнес, где на зарплаты программистов денег не жалеют. На оплату их труда приходится примерно 80-85% от всех расходов компании. Из Киева Олег Решетняк, Белсад. А сейчас включение с русской службы Би-Би-Си. Здравствуйте, коллеги. По данным наблюдателей, за последние 10 лет свободы слова во всем мире стало меньше. Сотни журналистов в тюрьме, а в прошлом году десятки были убиты. Правозащитники говорят, что даже в традиционно демократических странах, в том числе в Евросоюзе, масс-медиа становятся менее объективными. Международный обозреватель BBC Лиз Дюсет побывала в Венгрии и попыталась разобраться, как работают СМИ в стране с нелиберальной демократией. Именно такой термин использует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Куда движется Венгрия? Это демократическая держава на Дунае с самым большим в мире великолепным зданием парламента. Места для независимой журналистики здесь все меньше. Я отправилась в Будапешт на встречу с одним из ведущих журналистов, представительницей оппозиционной партии и пресс-секретарем правительства. В Венгрии проходит множество манифестаций, но о них не рассказывают в сводках новостей. Бернадет Шелл рассказывает мне о том, как однажды в сентябре ее и других членов парламента буквально вышвырнули из здания государственной телекомпании. Используя свое право свободного входа, они требовали, чтобы в новостях рассказали о протестах и петиции с призывом о свободе прессы. В условиях нормальной демократии меня бы пригласили в телестудию, где мне задали бы вопросы, неподготовленные оппозицией или властями. Но у нас больше нет демократии. В этом офисе, состоящем всего из двух комнат, работает Андраш Пета, редактор сайта Direct36, который занимается расследованиями. Ранее Андраш работал над куда более крупным сайтом, но его редакторы сменились, изменилось и содержание. Конечно, Венгрия — это не Россия или Турция. Здесь журналистов не убивают и не сажают в тюрьмы. Не думаю, что нам что-то физически угрожает. И все же обстановка становится все более трудной для работы и враждебной. Власти понимают значение СМИ. Поэтому они создают собственные средства массовой информации. У нового гособъединения есть сотни лояльных властям из Дании. Реклама тоже достается союзникам. Частные масс-медиа вынуждены заниматься самоцензурой или обретать новых собственников. Хотя здесь и Европа, но игра идет по другим правилам. В СМИ доминирует точка зрения властей и их союзников. И доход от рекламы тоже достается в основном им. Независимые СМИ существуют, но их постепенно выжимают из медийного пространства. Так авторитарный руководитель может ослабить свободу прессы, пользуясь инструментами самой демократии. Премьер-министр Орбан утверждает, что он преобразует демократию. В чем тут проблема? Мы что-то не замечали, чтобы где-то в мире ставились под сомнение СМИ, которые кому-то симпатизируют. Мы в Венгрии поставили национальную стратегическую задачу. По крайней мере 50% СМИ в стране должны принадлежать государству. Это не имеет ничего общего с политическими пристрастиями. Это может нравиться или не нравиться, но это всего лишь вопрос политических предпочтений, не более. Нелиберальная демократия, так называет это сам Виктор Орбан. И по этим правилам начинают играть уже некоторые из соседей Венгрии. Но другие предупреждают, что это ставит демократию под угрозу. Партия Виктора Орбана Фидес снова победила на парламентских выборах в Венгрии прошлой весной. Сам Орбан возглавляет правительство страны непрерывно уже 9 лет. Под его руководством в 2015 году был построен забор вдоль границ Венгрии, Сербии и Хорватии, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов. Больше об этом читайте на нашем сайте bbc-russian.com. И хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова